Запутанный любовный роман. Такие часто выпадают людям талантливым, своим дарованием, привлекающим любовь и страсть, ненависть и трагедии. Такая судьба ждала красивую и беззаботную девушку, родившуюся в обеспеченной семье. Валентина была классической генеральской дочкой, можно сказать, родилась золотой ложкой во рту. Через 4 дня после ее рождения началась война, и отца военнослужащего отправили в командировку на Дальний Восток. Оттуда в Москву семья вернулась только в конце 40-х. Жены и дети военных, пока главы семьи есть на службе, развлекают себя как могут. Семья генерала Малявина и жены их двух дочек, младшей из которой была Валя, увлекались театром. Девушка с самого маленького возраста полюбила театр, не только как зритель. Она мечтала стать настоящей актрисой. Завидная внешность, глубокий мечтательный взгляд еще много раз принесет ей славу и почет, а также безграничную, просто сумасшедшую любовь самых интересных мужчин. А пока Валя пошла в школу, номер 171 в Москве. Девчонки из ее класса как-то позвали на вечеринку ее, перешептываясь, там будет Саша Звруев. Она как знала, что мальчишка произведет на нее впечатление, так и случилось. Оба артиста до сих пор вспоминают, что влюбились друг в друга с первого взгляда, но знакомить друг друга с родителями не решались. Им было всего по 16-17 лет. Они точно знали, что мама ни с той, ни с другой стороны не поддержит влюбленных. Свадьба. Безумная страсть тщательно скрывалась от родителей и общества, пока у пары была такая возможность. Но к выпускному Валя забеременела. Саша немедленно повел ее в ЗАГС, сказав родителям, что отправился в театр. Вот так с гребенкой бумаги в руках, после росписи, они явились сначала в дом невесты. «Ну, рассказывайте, что натворили», — сказала мама Валя, обнаружив в прихожей постороннего человека с таким же напуганными глазами, как и у дочери. Валентина Александрова вспоминает, что на известие об официальном браке мама отреагировала вполне нормально. Это было для нее неожиданным, но не было критичным. В конце концов, брак — это не по подворотям обниматься. Но когда дочь выпалила, что беременна, мать поменялась в лице. Она всегда отговаривала свою бойкую и очень красивую Валечку от случайных знакомств, наставляла беречь свою невинность и не вступать в интимные отношения до брака. Узнав, что дочь вышла замуж по залету, пришла в ужас. Следующим признанием в создании новой ячейки общества выслушали родители Збруева. Мама актера тоже была в шоке от известия о том, что скоро станет бабушкой. Таких планов у нее не было, к тому же она не хотела, чтобы сын связывал себя ребенком в столь молодом возрасте. Через несколько месяцев после того, как молодые расписались, мамы сговорились и повели Валечку на осмотр к гинекологу. За круглую сумму то согласился провести искусственные роды на седьмом месяце беременности. До последнего юная Валентина не понимала, что с ней происходит. Доверилась врачу. Говорят, узнав о том, что папой пока не станет, Збруев пытался избить Валентину. Да, вовремя остановился. Тем не менее, актерица все-таки поступила в высшее театральное училище имени Щукина. На первом же курсе красавицу стали замечать режиссеры. И было 19, когда на экраны вышел ее дебютный фильм. Первое свидание. Еще через два года красотой Валентины был очарован сам Тарковский, тогда еще неизвестный. Он предложил ей роль фельдшера Маши в своем Ивановом детстве. Одаренная и глубокая, к тому времени уже пережившая личную трагедию Малявина, блестяще сыграла в фильме, произвешедшем фурор. После этой роли знаменитыми стали и Маша, и Тарковский. Збруем, с которым Валентина так и жила вместе, не смог простить потерю дочери. Из-за прерванной беременности и отношения пары похолодели. Валя не знала, как угодить любимому, не находила себе места. Ее потерянность спровоцировала поиски романов на стороне. А какие именно романы вы сможете посчитать больше?